так ребята значит не забываем добавлять сюда смазку ну соответственно под этот пыльник для того чтобы их снять они достаточно очень плотненько сидят немножечко выдержки отсюда и выдержки немножко вот с этой стороны прокручивать и его ночью легко сходит вот и тем самым можно заметить что смазка здесь очень-очень мало или практически и не видно я не знаю ну короче нужно будет под пыльник и добавлять ну и здесь та же самая операцию произвести в общем ничего в этом плане сложно что еще не забываем значит просто пункт про сапунец некоторые спрашивают что это это сапун помпа то есть излишки значит фриза когда выдавливают его выбрасывают шланг и наверх по сути его можно сделать провести таким образом и пока еще не доделал и можно накинуть его вот сюда собственно зачем сюда то есть если у вас пробила сальник помпа то все что выплевывается вы будете давать ретро и будет парить и вы соответственно будете это видите понимаешь что то не так вот собственно один из таких моментов как можно сделать то есть его впоследствии она просто провести отсюда отверстие и вот сюда накинуть там с какой-то из сторон там слева справа как вам удобно вот это из таких моментов еще пока не доделал просто закрепил здесь вот таким вот образом друзья ходите лайфхак как вот эти хомуты стягивать то есть с каким инструментом там понятно что вы знаете что есть специальный инструмент но если у вас под рукой нет вы хотите так скажем подешевле это он вот он сжимаете вы также стягиваете когда получается начинаете стягивать фиксировать я как раз я буду все хомуты вешать и вот с этим инструментом я и не один хомут уже снимал вот так вот этим инструментом на приводах и вот взаим так идеально то есть у тебя очень большой хороший рычаг это простые советские клещи вот они еще у меня ведь какие простые советские клещи хороший рычаг хороший фиксатор как-то так так друзья про вариатор сои за бардак а честно говоря некогда очень успешно собираю уже устал собирать и так значит смотреть откручивается он так гаечка далее мы соответственно снимаем фрикционные колечко про которое рассказывал снимается вот эта часть и у нас получается соленчик соленчик очень легко и просто подковырнуть так вот аккуратненько подковыриваем и у нас получается соответственно сам подшипник туда аккуратненько тык-тык-тык-тык капельками добавляем смазочку значит смазка которая может подойти туда и угла не переборщить в 350 градусов такая вот блюх высокотемпературная смазка вот ее туда добавляем вот можно другую температурную смазку я еще вот использую такой но у нее здесь только до 200 градусов каплепадение 3 минус 30 вот тоже очень неплохая и недорогая можно на зоне ее найти если нужно кому пишите скину ссылочку до температуры каплепадения то есть в этом плане все же хорошо вот ну и все когда колечком это сняли дальше собираем ворот на последовательности ничего сложного нету значит сначала эту крепляющую часть потом шайбу ту хрень надеваем шкив и поджимаем гайки которые 200 ньютонов не забываем абсолютно любой фиксатор мужики не обошла меня странно тема того что у меня короче зажат был дроссель попробую показать сейчас он у меня открыт уже на полную вот нужно видеть открыт на полностью а был у меня приоткрыто я фактически ездил в режиме обкаточном не открывая свой мотор на полную мощность отсюда и вопросы возникающие ребята значит он меня был полностью закручен до упора прям в гайку упирался поэтому я на самом деле для того чтобы дроссель полностью не снимать открутил снял хомуты открутил верхнюю часть и соответственно чуть-чуть его пододвинул и подсунул палец посмотрев тем самым насколько у меня он открыт или закрыт и одновременно также подкручиваю эту часть и смотрю насколько он у меня открыт дроссель заслонка вот принципе как можно это будет настроить проверить одновременно то есть вот вот так скажем измеритель ваш вот это это палец менять суетит туда крутите и смотрим насколько открывается не забываем что дроссельная круг газ поправлюсь должен быть зафиксирован на полный открыт вот и теперь я понимаю почему у меня не ехал на все деньги чувствую что блин должен валившего ручки прямо отрывать назад а вот причина оказалась банально проста также не забывайте значит перепроверяем еще раз выкручиваем если вас закручен значит дроссель у вас приоткрыт соответственно вот не забываем и контрим гаечкой ну все ребята всем мир задолбали слепни я теперь значит я облегчу всем задачу чтобы не снимать дроссель как это дело я и пальцами берете значит выставляете линеечку прикладываете у вас должен получиться один сантиметр от основания начала кручения гайки то есть отсюда досюда один сантиметр значит у вас дроссель открыт на полную на сто процентов не благодарите